Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Это называется шпигель, друзья мои. Так вот, главная тема недели, парни, одна из, во всяком случае, это закрытие компании LucasArts. Ввиду тех, кто смотрит нас только по пятницам, в курс дела, читаю прямо старейшая игровая компания LucasArts, год основания 1982, на 4 года компания старше, чем я, закрывается. Ее новые владельцы, компании Disney, решили передать разработку игр по франшизе Star Wars другим студиям, отказавшись, таким образом, от внутренней разработки. Таким образом, компании LucasArts больше не существует, а вместе с ней не существует и кучи игр, которые мы любили в детстве, в отричестве и в юности. Это существует, они существуют, хорошо. Продолжение не предвидится, скажем так. Да, продолжение не предвидится и вместе с этим, собственно говоря, были отменены и некоторые проекты, например, Star Wars 13.13 и еще что-то. Я очень дико ждал, потому что я его видел на геймс-коме. И потому что это не ММО. Во-первых, да, это не ММО, слав тебе, господи. Слав тебе, господи. Во-вторых, потому что это отличная игра не про джедаев сраных и не про ситков не менее сраных, а про баунти-хантеров, людей без совести, с большим таким напущенным цинизмом, бластерами. И вообще, в принципе, по угару люди живут, как это называется, без всех вот этих вот. Это знаете, это как пойти не на карате, в котором тебе там будут какую-то сраную философию впихивать, а нормально на рукопашный бой, где учат руки ломать и яйца отбивать со всей силы. Вот это вот мощно было, отменили. Ладно, все, перестань. Вообще далеко зашел нормально. Я в заключение скажу, что там появился слух, но, наверное, чтобы было как можно более обидно, что игру отменили, а то, что это могла быть игра про богу-хета. Ну, он так должен был бы, может быть, в каком-то виде фигурировать. Вообще, игра, на самом деле, классно выглядела. Ну, как классно. Ну, нормально. Нормально, серые стены так влазят. А ты Звездные войны смотришь, там, видишь вот эту вот пещеру, как бы, Джабы Хата, там что, как бы. Ну, короче, да. На самом деле, надо признать, что на фоне там какого-нибудь, не какого-нибудь, окей, просто даже масс-эффекта, на фоне масс-эффекта, она смотрелась, ну, оригинально. Особенно, учитывая то, что там был крутой очень сеттинг, не про то, что происходит на поверхности Краус Канта, а то, что происходит, собственно, внизу. Ой, все, парни. На 1313 этаже. Создайте, пожалуйста, там где-нибудь внизу, в секции комментариев, в секции комментариев, комменты серии, кому положить на Звездные войны, палец вверх. Будет интересно посмотреть на количество призрассов. Слушай, братан, все, постань. Короче, мы вообще сейчас, давай, нет, нет, я не подожду, я не буду ждать, я не буду ждать, я сейчас не собираюсь обсуждать Звездные войны с тобой, я не буду этого делать, не буду, не буду. Подожди, ты единственный гид из тех, кого я знаю, который может вот таким вот образом в прямом эфире сказать, что вы там создаете какую-то тему, там, кого вообще интересны Звездные войны. Это вот у нас от Кореи, там вот два человека, я не так сказал, я сказал не так, я сказал не так, камера, свидетель, это неважно, я хотел, хорошо. Старворцы, ты великый. Очень, очень, очень здорово, все, слава богу, шампанское добрали, детское. Вот, давайте лучше вспомним игры, у нас был спецматериал, потому что я не хочу говорить про Звездные войны, потому что срал я на Звездные войны, не люблю я. Вот подожди, вот ты сейчас, вот в данный момент, наш смотрит там тысячи и тысячи людей. Наш смотрит Джордж Лука, тысячи и тысячи. И тысячи и тысячи людей, нет, подожди. Ну и что? Ты сейчас говоришь, что ты срал на Звездные войны. Да, да, абсолютно. Ну, как бы ты, как в анекдоте, как бы там, когда Запорожье скупилу, украли, поставили Волгу, как бы, ездил сколько хочешь, но не позорь к нацу. Ну, реально, ты работаешь как бы на главном вообще в портале про развлечения в России. Вот так вот, такой, вот, и ты при этом тут, как бы, заявляешь, что Звездные войны, как бы, срал ты на них. Ну, это же великая, ну, как бы, ну, почему ты так вообще? Ну, и что? Ну, давай вот сейчас, вот, камин-аут, как бы, почему ты так относишься к Звездной войне? Не нравится мне. Как, что? Что там, может, не нравится? Что там, может, не нравится? Что? Что? Вообще не нравится? Обычно не нравится, масс-эффект не нравится Звездные войны. я это сделал не ради поддержки чатика это что было 50 на 50 все мы вспоминали тут игры разные которые лукасар в разное время издавала и там упоминались такие вещи как full throttle грим фан данк там вот эти все ранний тим шефер скажем так как извини но даже креста любишь да любил чудес а я креста не люблю поэтому я не играю не в какой-то там экшен а в сраный квест поэтому не нравится а мы предложили слушай варенизе беги вперед ты как же ты все все увеличиваешь вот так вы не обращал у тебя прошли такие вещи как давай ладно давай я во все это играл не ночью не боялась нет играл чуть не суши кому-то не нравится шутеры короче да кому-то не нравится а мне не нравится квесты мне не нравится эта механика собирает все давно когда обязательно пригодится а если ты не сорвал лист форме членов сам начале игры ты можешь убить босса в конце вот это вот я обвертел на одном месте эту механику но где-то такое знаешь знаешь где там с членом надо босса в конце убивать но это в металл гири то эти японские игры твои как обычно все смешало короче нет на самом деле это вот я сейчас я писал типичную ситуацию за герой я петь убирает металл гир членом а в общем мы хотели помыть лукас санс я еще когда разок напомнить нашим младшим научным сотрудникам вот лукас санс что это для тебя ну во первых это как бы такое знаешь что важное важное такое значит активно поближе можно можно обижать не надо вот а во первых это бесспорно большие вот действительно квесты это детство такое знаешь такая хорошая правильная ностальгия это звездные воины беспорто потому что когда я вижу значок лукас у меня сразу замирает сердце потому что звездные войны знаешь такое как мандарина для многих вот для меня звездные воины абсолютно новогодний фильм как апельсин как апельсин или то есть а есть там грубо говоря там 2 3 4 января вот я пересматриваю звездные войны это прекрасно вот как бы ну вот был 13 13 бесспорно как бы замечательно абсолютно ну по мне как игра вот но мне кажется мне кажется то что дисней поступил и совсем правильно относительно как бы многих фанатов что происходит между вами зрители говорят что очень громко говоришь а ты очень тихо вот так вот и хрэш это просто меня в володе вечно они не слышали они очень очень как его не слышно да кстати друзья если кто-то не в курсе у нас там типа музыка на заднем плане играет замечательный группа туатара если мне вот в прошлый раз в твиттере писали что музыки на фоне вообще не слышно если по-прежнему не слышно вы скажите я прибавлю я читаю сайт да помимо всего прочего игровой на работе у касаться бесспорно фунтрут абсолютно грим фондан как это безусловно банки айланд подожди как бы как ты рокер там вот и так далее и не любишь вот этот замечательную игру я просто не понимаю слушайте объясню как бы ради сеттинга как бы играть в угну ну да у кейта игра про байкера есть отличный отличная брутал легенд понимаешь где как писал наша бешеные оценки получила тима шефер свои вещи не понимаю почему сейчас об этом спать но есть очень хочешь по это поспевные семерки потому что тим шефер делал это неправда это неправда не будешь короче учить отца причем и собственно игра для говнорей а фул троттл смысл в том что тим шефер делала брюк подавал но м тишина вот эта вот семейка осборнов и прочее и как бы это уже было нету вообще для всех по моему брюк и ледженд делали 80 82 83 на разных платформах отличные отлично отличные там сайт редакт у его но короче главная главная мораль не в этом так давай электроник артс для меня на самом деле квест не значит вообще ничего но только квеста лукаса все остальные квеста я люблю там революшн софт в брокен спорт понимаешь нет не понимаешь очень зря но дальше говорят звездные войны в 90-е годы на тот момент кого там маленьким не было там с 10 до 15 лет я диков начал по звездным войнам часто конечно осталось но тогда я был просто на пике своего фанатизма мне не очень нравились было очень сложно достать эти кассеты с фильмами и эти игры на несс и на снесс и последствующие игры на пк тот же самый джедай на это замечательный шутер одиночный короче а как же а то как же дак форс это вторая часть шутера вообщем дарк форсис дак форсис очень старая часть но дарк форсис вот кстати ты играл а ты играл в такой киры rebel south отличный у меня не было playstation а на пикавале у тебя ничего не было видно да в 93 году вот супер вообще игра вообще супер ну как бы там эксвинг тифайтер но на самом деле честно сказать пайфайтер как бы помню я покупал журнал видео с корона вот и там был прям по 15 страниц я бы не играл но я перся по поводу квестов тут вопрос от некого кирилла он не может позвонить поэтому попросил как вы относитесь как вы относитесь к великой серии сибири одному из важнейших квестов на black миров бенуа сакталь сибирь я даже помню я бросим общался на какой учтите у нас еще звонки так вот на самом деле можно не отвечать на самом деле давайте по честному я вот сейчас тут было 2 жанра короче которые мне нравились в детстве я вообще сейчас рот бомбил сейчас это как бы косты и стратегия но у костов есть одна банк с этим принципе стратегии есть большой плюс на вот это можно играть вообще просто круто едешь так вот туда и отлично тоже слава богу а что слава богу нет играл 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 давайте вспомним про все про это я читал про все прочитал я интересовался играми какого черта что со мной не так почему не нравятся квесты ну как то вот не пошло не то что я хейтера потому что ну да да звонки да а давай сейчас астас ломатин пока придумает почему нам очень грустно видите очень очень грустно от закрытия лукасаркс очень очень грустно тебе от закрытия лукасаркс да ну ладно он пришел с утра сказал да в рот я помню короче говоря на самом деле грустно но не должно быть грустно до конца потому что если подумать компания лукасаркс начиная с 2000 года например нулевые ничего особенного на самом деле сделала и не сделала и делала говно ну если там не знаю force unleashed очень спорная игра очень говно очень говно кому-то очень нравится а основные star wars title они были все-таки уже на откопе у других разработчиков они были у bioware это катор и сватор и у пандемик был battlefront и по истории с пандемик кстати еще можно понять что какие сложные были отношения у этих разработчиков полу студии разработчиков лукасаркс история с отменой battlefront 3 каким-то с абсолютно странным странным причинам вот так что последние 10 лет лукасаркс в принципе ничего не делала и единственно то о чем стоит жалеть это вот именно то самое наследие лукасаркс которое было создано в девяностые ну давай положай руку на сердце и без особых приколов жалеть на самом деле деле и как верно заметьте уже не очень то есть дисней не идиоты и они доказали это массу массу раз они скорее всего самые важные франшизы и самые важные интересные так сказать концепции из игровых механик они оставят раздадут разработчикам и так далее или продать или продадут как бы на он ну то есть там все будет нормально а лукасаркс как некое строение скажем так внутри диснея она уже не несла в себе не такой не рентабельной с одной стороны не идеологической функции в принципе то есть на самом деле для многих лукасаркс закрытие а как бы это было такое ну как-то плевок в душу детства что называется но так вот фу на вас нет в этом но как бы не знаю что дисней мог купить кому-то на помощь лукасаркс они они увольняли всех вот да но не могли улучшить то что я не могли улучшить внутреннюю разработку и как-то с ней поработать качевики вы 10 лет уже занимаетесь черт знает чем давайте-ка вот видите в аргене как у меня есть у меня есть предположение то что на самом деле волки с ней это не совсем мое по самом деле 2 гитлер о давайте звонки по нормально я знаю алё алё ты так не делай ты так не делай а что случилось мы будем слышать где же наш друг а так где же я такую дешево даже в дочь не так давай следующего сразу и все много давай даю всем привет привет добрый вечер и этот павел из мурманска 28 лет давно он не звонил слушайте можно извините по природу сходу павел пожалуйста мы это не у нас нет возрастного цензора может быть в одиннадцать звонить поэтому в принципе может не говорит я взрослый человек я могу осознанно вопрос акцентировать в общем вопрос такой я уже в общем то вы ответили на него понятно что диск не просто закрыла студии видимо никаких хороших результатов гранит посмотрели что студия сделала понятно что на листах как они показывали одно презентации другое но на выходе видимо что-то не получилось не считаете ли вы каждый что правильно это или неправильно и что нужно или хотелось бы что диск не сделал чтобы возродить студию или что-то сделать для раскручивания лукасовских игр но уже в настоящее время спасибо спасибо вам скоротко всегда когда компания покупает другая более большая компания они дают им какое-то определенное время на то чтобы ну как бы стаканивать чтобы они поняли куда пришли и вообще так далее а там предположим через полгода и просят писать стратегию по развитию как бы дальнейшему и понимание по цифрам что они в общем-то реально понесут компанию как в общем-то отдел скорее всего так и произошло и лука сарс просто не смогли доказать свою рентабельность для такого крупного дельца как диснея поэтому как бы кстати есть очень неприятный турец лук или еще что-то такое то что дисней запретил работников лука сарс в сентябре 12 года все контакты с прессой ну то есть там какая-то вообще нездоровая история началась если есть диснея нужны были франшизы лука сарс который бесспорно принесут многие-многие миллиарды передаем люди именно заниматься вот да и я думаю то что у них есть менеджеры и сотрудники которые сделают это лучше чем тот лука сарс которого мы вспомним за последние десять лет но как уже сказал верно стас а не будет не было выпущено ни одной игры силы в этой студии в доме только про игры как только они собрались выпустить 13 13 а потому что видимо там а дальше как забиваешь ты забивать меня даже не в этом дело просто кроме ролика нам ничего не показывают ну да там были кит геймплей и мне кажется они просто затягивали эту историю очень сильно поэтому я очень странно презентовалась на самом деле на выставках и ему более-менее логичный исход здесь бы должна была бы быть перебивка но надо приходить окажется в другую нет надо послушать звонки раскомандовался алё добрый вечер петр илья стас и конечно же женечка зовут меня александр и вопрос мой заключается в следующем недавно был анонсирован седьмой эпизод звездных войн который будет снимать джей джей абрамс который как мне кажется должен быть как минимум хороший потому что перезапуск стартрека был ну прям очень да вот и вопрос заключается в следующем может ли после выхода этой картины как бы возрасти ажиотаж вокруг серии и старой барс 13 13 все-таки восстанет из могилы спасибо да спасибо за вопрос 13 13 до короче говоря когда выйдет первый фильм точнее за полгода или за год до официальной премьеры star wars новый эпизод джей джей абрамса откроется такая бездна анонсов и игр я уверен в этом что астар ворс 13 13 не вспомнит и близко и старой тренадцать такой проект который имеет имеет шансы на жизнь и в ближайшие несколько месяцев может быть если у кого-то себе заверен в остальном действительно сейчас заваривается очень серьезная каша новая каша которую очень рады скорее всего все фанаты с новыми фильмами ну да там будут один разок скажу посмотрю там будут новые фильмы новые игры новые персонажи соответственно ведь это будет совершенно новые трилогии там известно что люк скайуокер будет там будет но они там будут по замыслу в том возрасте в котором они сейчас нормально нет они будут не главными героями нормальным вот таком почтенно почтенным нормально нормально вот короче это начнется дали в истории а 13 13 ну вот сейчас я что-то с ней сделаю что-то с ней будет а по новому эпизоду поверьте будет миллиард игр как бы все будет хорошо может быть еще ноги если нет отрезающие переходим к следующей теме очень мне нравится тема то что называется она собственно говоря новые подробности грядущие игры излил излил на свои страницы интернет и найти за удовольствием ты говоришь не на чему я я сначала хотел перечислить просто источники потом решил что не стоит так вот во первых в общем-то публика в случае с этой игрой делится на два лагеря по большому счету это люди которые что-то понимают про тыф и переживают что айдос что-то там испортит как все время было с до секса типа о боже они внедрили переход на вид от третьего лица это уже не то и так далее и второй лагерь люди которых я думаю но очень много и если не большинство которые вообще никогда не играли циф потому что первый второй первый вторая игра были очень давно 98 и 99 по-моему год могу ошибаться а третья игра она вышла для для западной публики на такой ну как бы не то чтобы супер популярные консоли который назывался xbox и вышла она в финале уже жизненного цикла первого xbox и особые популярности опять же не снискал так вот у нас здесь есть восемь пунктов который связь нового самолик играл в 3 и что извини как он самолик играл в 3 и что извини как он самолик играл в 3 и что он на пк он вышел на пк в том числе я имею ввиду что но тем не менее много что выходило короче просто петь фанбой я фиф максимум что со мной происходило я читал прохождение в волосы и пкшники играют какую-то серую дрянь ну как бы сейчас наблюдать геймплей именно самый первый игрец x the dark project 98 года серо-зеленая серо-зеленая ну да она такая как бурая в общем ситуация очень простая во первых теперь уже фиф это не вот это ну как не старые игры это уже дизонор продолжение ну ты не продолжение дизонор не надо сейчас слышишь вот я сейчас скажу я сейчас смартфон я не смартфон на самом деле для вот это вот никто не помнит реально все болт забили кроме там может быть пить его там это максимум сам я тоже помню но нам понимать что есть целое поколение реально все насрать абсолютно есть одна конкретная игра которая очень сильно похожа по атмосфере по этим как бы на пик это дизонор вот они будут воспринимать как ну во первых там будут сто процентов некоторые заимствованы очевидно по полной причины во вторых как бы так вот они будут скорее ты знаешь извини они будут скорее не заимствованы вот разработчики например обещают режим под названием фокус это что-то вроде дарквижена плюс вот этой вот интуиции из хитмана и в общем-то расчет стены и обнаруживать ключевые предметы ключевые интерактивные объекты но смысл в том что сейчас есть в каждой игре смежного жанра не вскоре тексте и да это говорю почему не поклон при поклонниках прошлых частей буду очень сильно ждать фильм потому что я очень люблю стелс ну понятно причем сейчас я не говорю про металлги потому что там стелс короче я очень люблю стелс как вот дизонор и вот проходить тонко или как до секса проходить тонко проходить обдумывая как бы свои действия и так далее а фильм бесспорно представят большое количество различных приспособлений вариаций и так далее и так далее для того чтобы достичь цели при этом не надо если мы поклонник прошлых частей фильм ждать вот такого же хаккора там одну миссию про проходим 13 часов я ухрирую там понятно вот и там длина терять это уже поправить каждой миссии в дизонах ты помнишь длилось довольно долго ну а там первая самая длинная длилась три часа это потому что ты все вот так вот я вот именно поэтому близко не стоит по сложности к старым частям она не будет там и слава богу потому что если бы она была такая никто в жизни никогда не играл сейчас уже слава тоже богу очень мало людей которые так сказать вот фиф вот так будут воспринимать захотят такого хаккора вот при этом скорее всего мы можем ждать специальных уровней сложности для того чтобы просто у всех там мозги взорвались там а я и чтобы кто-нибудь обязательно написал в твиттере то что а я прошел на короче и вообще удаляло как-то проходит на нормале урод я вообще буду на езде играть ну потому что ну мне вот эти вот всего то есть напряжение я уже говорил челленджи жизни тут отдых развлечения веселых карна понятно короче давайте немножко подробностей а то у нас блог про нового получился да короче говоря смысл в том что игра будет сосредоточена на том что мрачная атмосфера стайлс и более мрачная в общем-то картина скажем так мира у меня ничего не добежит чем в дизонор и ряд способности будет у героя которые нужно будет развивать игра света и тени динамические динамические тени которые будут составлять динамические тени чувак потому что ты если играл стык нет что может быть ты знаешь что огромная доля игрового процесса строится на том что главный герой может прятаться в темноте и становится невидимым для того это было это в сплинтерселе в общем-то как в тыкве собственно говоря и конечно же фирменная это несколько видов стрел да вот это обычные стрелы для того чтобы убивать мешочками с песком стрелы с водой для того чтобы тушить свет и факел свечи и факелы а стрелы с мхом которые попадая пол например любую другую поверхность разбрасывает вокруг себя кучу мха по которым можно бесшумно бегать вот это бред конечно почему бред игра офигительно завязана на звуке офигительно нет это не бред это интересно вот представь себе стрелу ой все ладно нет ну правда ну погоди ты что что это гиппанье типа стекла не разбирается ой как это так да 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 а в биошоке летающий город господи господи ну подожди ну да я немножечко тебя тоже потрогаю ну представь вот стрела да вот стрела да на нее ты берешь короче формируешь такой шарик говна нет нет ну потому что давай по факту там капсулу да капсулу смухом быстро растущим и дрожжи и зрелищем ну а из чего капсулы из металла из керамики из керамики да она бьется тогда окей так ты стреляешь она бьется со звуком да 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 ну а как то подожди да ты знаешь люди которые нас смотрят они сейчас в большинстве своем реально всерьез твои они уже начинают собирать себя капсулу из говна да 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 эти люди такие а как как же работает дизонор транквилизатор то вот этот вот дротик же вылетает из арбалета с такой скоростью что что-то туда не налей насквозь должно пробивать что это не так а ну 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 а делал музыка я надеюсь что это будет именно умеет с корр Какой нет заметить здесь еще я могу кстати ошибаться этот как фанат меня поправить здесь еще анонсированы какие-то ну помимо фокуса как-то мистические способности ожидать ожидать что он как корва будет так что на другую крышку не ради есть нюанс то что чем был куда насколько я знаю вы были первые крутые фифа потому что несмотря на мои издевательства над стрелой с мухом стрела с говном я хочу сказать но это это интересно ты представляешь вот сейчас в современных реалиях вот современных сеттинге стрелан с мухом это же просто это дальше разработчику легче сделать чтобы он реально перемещался с крыши на крышу нет слушай что ты опять докопался это прекрасно это будет прикольная штука я как раз за него я хочу чтобы вот эти вот вещи которые были в первом фифе они остались но как-то апгрейдились потому что станут апгрейджен и знаешь каким образом ролевая система это правда возможность прокачивать и развивать способность аж это так это полная церковь на самом деле мы вот такие вот нехитрые потому что новый фиф новый фиф говно я не хочу так думать я хочу я не буду говорить вы теперь у нас очень много звонков давайте я ставлю подожди какое алё что ты там сидишь неправильно приписываешься с ними когда с кириллом приписываешь мне сказали чтобы я его не при не упоминала суре правильно потому что коль в пальто хорошо ложка капец можно да подождите что хорошо раз и будет понимаем максимум 3 мне об этом никто не сказал это все еще очень здравствуйте здравствуйте вот эта песня прям это залог успеха по моему любой игры и даст минреаль ольга москва не так давно были слухи о том что и да смотри они начали разработку нового до секс означает ли это что он инсив означает вообще анонсив что разборка разработки нового до секс пока не приступали в скором времени не приступят спасибо нет не означает студии скорее всего разрабатывают разные как бы у юбисофт они по миру в общем-то разбросаны и то что было анонсировано по поводу human defiance вообще не понятно это вообще как первоапрельская двумерная игра в их не битную я кстати очень смешная да 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 супер вообще история вот мне кажется что это разные совершенно игры и до секса насколько вот мы вот вообще я вот лично очередь был нового до секса и до секса намного более рентабельный для компаний висок проекта чем много ну чёрт ты знает на самом деле уже реальные подсказки первые отлично для компании юбисофт фу не не слушай с дэл сексом та же история сейчас новый фиг будет тоже в том же положении что и human revolution серьезно был тогда то есть символ порядка и мы говорим что даже появился через долгое время после песни про говно ну да типа кстати да это мы призываем как раз чтобы он не все будет хорошо сейчас еще более более нормально у нас есть главный маркер успеха любой и это мейнстрим игры это больше стелса и головолома и спеть про говно да если стас говорит да то то сам не серьезно надеюсь как я надеялся на дизонор по моему дизонор показалось лучше манстрим игрой прошлого года ну так сори продолжай да алло алло добрый вечер меня зовут влад а алло алло вот так а как известно новый тиф будет рассказывать нам о варе а вор он и в африке вор персонаж отрицательный как вы считаете в перезапуске тиф в гарр будет персонажем несущим добро условно говоря пытающимся спасти мир или глубоко корыстным человеком думающий о собственной наживе и благополучия подождите а вы играли в первой части нет ну вот там на самом деле нечто большее чем просто симулятор вора происходит и там вообще нехилая нехилая история да про город про фракции которые его им управляют его делят между собой и про роль собственно героя который в этом всем бульоне как-то варится и отвечает на вопрос я очень рассчитываю на то что новый фиф будет самым сраным подонком который вообще можно вообще-то в оригинале потому что я ненавижу играть в оригинальном в оригинальном тифе началось все с того что началось все с того что главного героя воспитывали специальные гильдии а потом он от нее отделился и решил просто все к чертовой матери украсть надеюсь что какая-то в перезапуске все будет точно так даже скорее всего с этого же все начнется и как бы не будет вот это вот спасти мир какой спасти мир есть город есть некое благосостояние которое надо освоить об этом игра ну я насколько понимаю там открытый будет город там открытый город да нет уровни 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 вот это кстати странно потому что город сам себе небольшой можно было сделать из него нет на самом деле самый крутой стелс самый крутой стелс на самом деле последние последних лет да бэтмен отлично то есть вот аркем сити вообще супер стелс ты очень по разуму у тебя целый как бы город ты куда хочешь идешь понятно что у тебя есть задания и так далее но при этом там ты действительно чувствуешь как бы такой вот именно темный мститель который никто никогда не видит он быстрее тебя вырубает чтобы его успеешь увидеть вот эти вот все вот по уровню у тебя есть уровень особня у тебя есть уровень подземелье у тебя есть уровень канализация нормально у тебя есть уровень варены пока что это нормально но лучше парни у нас очень много звонков на эту тему да давайте послушаем алло сейчас может быть нам и объяснят алло алло Он написал, что не хочет вас отвлекать. Не, не надо нас. Ой, да ладно, не обижайся. Да ладно, давай. Давай. Даю. Алло, алло. Слышь у меня? Плохо. А сейчас? Нормально. Бест. А, в общем, у меня такой вопрос. Я Влад из Сургута. Правда, да? Это вопрос, да. В общем, у меня... А что, смешой-то, не знаю. У меня такой вопрос. Я Влад из Сургута. Что мне с этим делать? Да, да. У меня такой вопрос. А как вы думаете, FIF все-таки... Он оправдает финансовое желание компании Square Enix? Потому что, насколько я знаю, последние несколько проектов, именно Sleeping Dogs, Hitman Absolution, они продались довольно-таки... Ну, скажем так, они оправдались желание компании. Я очень надеюсь, что, как вы, в выпуску, извините, FIF нового, Square Enix такие, нахер всех уволят, как говорят. И, как бы, на самом деле, бесспорно, я думаю, что игра не рассчитывает. Я думаю, что нет, я думаю, что на нее рассчитывают больше, чем она сможет дать. Да, так и есть. Не потому что игра плохая, а потому что Square Enix, я думаю, рассчитают, как обычно, вот так вот. И я думаю, что при этом она продается нормальненько. Сейчас будет такая же история, как с Tomb Raider. Скоро, вы заметили все Square Enix, придя на западный рынок, да, они прям бьют по самым мощным франшизам. То есть, вы понимаете, Tomb Raider такие, Hitman, DualSex, и они надеются действительно срубить с этого самые мощные франшизы. Все равно. Япония и Европа. Япония и Европа. Еще есть звеночки? Да. Пожалуйста. Ты давай прям сразу. Давай. Звони всем. Алло. Меня слышно? А то. Итак, вопрос. Новый Дзив, скорее всего, будет перезапуском серии. Новый сюжет, новое дыхание. Но мне кажется, что дело до него будет только фанатам. Если Дзив все ждали из-за киберпанк-вселенной и офигенной рекламной кампании, то у Дзив мы видим задуваемую свечу. Конечно, тоже шикарную, но все же. Также стоит учесть, что прошло 7 лет со времен выхода третьей части. Даже русский писатель Алексей Пехов успел написать книгу по мотивам. Как вы думаете, ждет ли новый Дзив, коммерческий успех, или он провалится так же, как и новый Хитман и Томбрейдер? Просто, ну если Алексей Пехов успел написать, то здесь особо... Ну, конечно же, это вот... А вы знаете, что я хотел сказать? А вот, ну, мы в прошлый раз... Какой Алексей Пехов? Я так и знал, что привязывший к этому. Подожди, подожди, потом... Это практически... Потом, не-не. Финансовый провал, Hitman Absolution... Если бы моя игра провалилась так же, как Hitman... Я был бы самым, не знаю, мне кажется, самым счастливым разработчиком в мире. Ты уже ответил на нашу вопрос. Да, они не хотят. Знаешь, почему нет? Дело, я бы не смог играть Рок. Что, прости? Ты бы не смог играть Рок. Почему? Потому что все в твое время было бы занято... Тони Уоткерс игра. Это неважно. Тони Уоткерс разрабатывал свою хоть одну, возможно, игру разработку. Ирландскую. Ну, короче, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что... Довс Экс все ждали тоже не из-за того, что... Вау, киберпанк. На самом деле, не так много людей знает, что такое киберпанк. Но гораздо больше людей знает, что такое воровство, чувак. Я серьезно вам сейчас говорю, всем, кто здесь собрался. И это гораздо более, скажем так... Я люблю воровство, детка. Гораздо более сильный... Вровальство круга. В плане того, что мужичок заходит в магазин, а у него игра с названием Вор. На полке стоит, там такая мистическая обложка. А по поводу задуваемой свечи в тренде, мы видели, все, задуваемую свечку. Все не так. Если кто-то не помнит, я вас прямо сейчас отправляю на YouTube посмотреть первый тизер игры The Sex Human Revolution, в котором не было ни черта, кроме желтых шестиугольников. Кроме желтых. А у нас последний вопрос. Отлично! На эту тему. Давай. Здравствуйте, Стас, Илья, Петр Женя. Я Максим, и хочу задать вопрос по поводу FIF. Как вы считаете, будет ли у него FIF такое же информационное поле, как в Skyrim или в Far Cry 3? Спасибо. Стойте, подождите, подождите. Информационное поле будет там. Вы имеете в виду, погоди, тогда как? Информационное поле. Ты можешь перезвонить? Нет, 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 нет. Он с нами. Ну, не идите вину, Петр. Это как паблицик, вы имеете в виду, охват, так сказать, и привлеченную аудиторию, которая интересует вас. Да, да, да. Да? Да, да. Тогда все понял. Ну, как уже верно заметил Петр, я полностью согласен, то, что игра с названием War, это абсолютно, как бы, ну, это 100% попадание. Там ничего не надо никому, даже ничего объяснять. То есть, в ответском понятии Deus Ex, как бы, там вопросов, я не знаю, в порядке больше, чем в названии War. Как бы, плюс ко всему прочему, в средневековье, это не так сильно обыгрывается в играх, это интересный, по-настоящему интересный сетинг. Понимаете, там, там, не знаю, проституция, говно на улицах валяется, как бы, ужасно воняет, темно, как бы, солнце не встает, там, какой-нибудь там, под Лондон, под Прага, там, под что-то. Вот, значит, сраный, вонючий вор с грязными ногтями передвигается по темным закоулкам, дабы украсть огромный бриллианту, какой-нибудь там. Вечнее об этом. Это же, в принципе, это отлично подается. В этом и смысл, что игра с названием War, это уже выигрышный и понятный... Это как слепой, или 30-го уничтожить. Да, 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 граница на замке. Вешеный вор. Как бы, в игре War все понятно, даже человек, который никогда не играл в видеоигры, будет понятно, что в игре с названием War надо тырить драгоценности и делать так, чтобы тебя не поймали. Айди, не заметили, пока ты идешь на дело. Айди на третьем, ты на пятом выполняй. Слушай, отдельные старшие научные сотрудники будут думать, что эта игра сделана по фильму с Машковым. Точно. Хороший фильм, кстати. Ну, такой не был. Хороший. Девябложечка. Хороший, да. Достал нож, бей. Сцена в бане еще, когда сон кидал из кармана соли и кидал в глаза. Вообще ровно. Не, Машков, на самом деле. Машков отлично играет. Да. Не бадитов, подонков. Ну, подонков. Есть еще звонки? Нет, но это тема. Все, звонки в вас. Да, далее. Здесь просочились слухи о новом кинекте. Слово богу, сменили тему. Так называемый кинект 2.0, из того, что мы сейчас уже знаем, будет поддерживать массу возможностей, недоступных нынешнему поколению этих самых кинектов. Например, режим для сидений и стояния, это правда очень важно, потому что в играх с внедренной поддержкой кинекта, когда ее прикрутили вот так сбоку припеку, типа, давайте еще сделаем поддержку кинекта. Масса неудобных моментов с этим связана. Например, да. Например, да. Для этого нельзя скинектора иметь. Да, да, да. Да, да, да. Мы уже напоминали сегодня. Вот, соответственно, и возможность считывания помещения большей площади, чем прежде. Вот. Все это, впрочем, не имеет никакого значения для обитателей перовских квартир. Подожди, то есть нужно больше пространства? Нет, нет, наоборот. Наоборот. Может, да. У меня были проблемы с этим. У меня тоже были проблемы. Проблемы были, проблемы были и никуда не делись. Я сделал перестановку для того, чтобы играть с кинектом. Я шкаф выкинул, а это падла. Я не шучу, а это падла продолжала ругаться. Отойди от сенсора, подойди к сенсору. Отойди от сенсора, подойдите. Тьфу, все, и так она и валяется. В строительной пыли там что-то посредине. На самом деле, кинект, я это уже давно говорил, кинект в нынешней своей интерпретации, это сраное говно. Ну, давайте, реально. Ну, реально, сраное, убогое говно. Есть, короче, Dance Revolution, на котором неплохо на нем реально играть. Вот. Все остальное, сраное говно. Реально, для нормальных, вот нас, вот, его можно покупать, или когда у вас большая, ну, как бы, дача такая, не дача, а загородный дом. На дачу уже не поедешь, а там постоянно онлайн. Не, не, а там нормально, загородный дом. Ну, черт. Да, там есть большая зала, в которой там дети могут кинектом, там, гладить эти колюрвят, как бы, и заниматься вообще нормальными делами. Для московских квартир выбросить нахер это кинект. Это не значит, что кинект говно. Кинект суперпрогрессивная технология, это будущее. Ну, есть еще один. Не, реально. То, что мы сейчас делаем. И кинект используется, ты меня извини, кинект используется вообще вне игровых сферах. Вот это я хотел сказать. Да, только это полезен в данный момент. Это, короче, это не все не проросили. Нет, подожди. Так, и можно... Сейчас перейдем. Все не проросили. Ты сейчас превращаешься, короче, в этого из Катманду, короче. А у меня интернет медленный, там, такой. Ну, что ж, не для России. Да, ты просто все склоняешь к тому, что в серьезные игры с кинектом не поиграешь. Но, тем не менее, это прекрасная, что Женя заговорила. Это прекрасная штука для компании. Это просто потрясающая вещь, которая, кстати, не должна стоять у тебя в квартире просто стационарно. Ты можешь ее взять с собой в поездку. Это надо? Нет. Ну, надо говорить, что это говно. Это не говно. Это просто для другого уровня людей. Ты просто не понимаешь. Это говно. Я все отлично понимаю. Это поднимешься. Это очень многослужно. Я имею в виду, что нынешняя операция развития системы кинекта. Это говно. Потому что там реально ни хрена особо не работает. Несмотря на то, что я прекрасно знаю про отдельные кейсы рекламных агентств, которые делают кинект механики, есть во многих описаниях, грубо говоря, того, что делает рекламное агентство, именно творческое, это кинект механики, это большая, так сказать, такая, скажем, такой пласт. И то, что вообще система кинект существует, это очень правильно, очень круто. Это очень круто. Но по-настоящему ощутить крутизну этой системы мы сможем, дай бог, через, даже не вот в следующем поколении, а через поколение. Ну, как бы я так считаю. И это как, знаешь, как бы такое, знаешь, недопиленное 3D. Вот, ну, для меня лично. Ну, так они его сейчас пилят, и мы давно знаем, что у них будет плохо, как это будет работать. И дай бог, что они допилят. У них будет Xbox 720 или Duran, как угодно. Но, по-настоящему этого, я не хочу играть. Серьезно. Ну, ты вообще, ты в Массейдене. Не-не-не-не-не-не, я серьезно, я вот так играть не хочу. Я тоже так играть не хочу. Ну, это там, синдром старого проглана, я понимаю. Ты хочешь вот так вот играть? Ну, я вот не хочу, да, вот так вот играть, ты, конечно, играй. Вот так вот хочешь, да? Да, я об этом не говорю, что вы... Да, мы не такие. Но, тем не менее, есть определенная пандитория, которая играет. Да, давайте не будем, конечно, превращаться в людей, которые орут, что игры для плашетов говно, потому что кнопок нет, ладно? Ну... Просто не надо вот этого шовинизма. Короче, я тебе уже объяснил, то что, ну, в нынешнем... Слушай, я за все новое, ты сам знаешь. Но это пока что не дотягивает. Это круто, когда ты сидишь на диване, вот смотри, вот я тебе приведу, бой здоровый, бейс-невек. А вот смотри, вот у этого телевизора, у этого телевизора, у этого телевизора пульт, пульт, он, на нем, я не знаю, по-моему, шесть кнопок. Так. И ты управляешь вот так вот, то есть, вот ты направляешь на него, и там есть прицел, и ты пункты меню выиграешь вот так. Я бы эту суку в жизни никогда не купил, слава богу, бесплатно она досталась, короче. Реально, как, вот вы что, больные, я привык, нормально, пульт нажал, айкин, получил один, нажал сорт, получил сорт. Слушай, там же сортится 3D, оно не полноценное, и поэтому думаешь, блин, знаешь, что-то не то. Я считаю, что сейчас кидать не полноценен, вот для меня лично. Знаешь, я считаю, что... Ладно, да. Рай, не полноценен. Короче, самое главное, то, что технология развивается, и мне самым важным кажется, что она развивается для науки. Ну и просто, если... Извини, пожалуйста, если в какой-то момент что-нибудь скажут вообще, я скажу, пацаны, посмотрите, ролик лов. Мы там все под этим кинектом, под это вот, под Star Wars от кино. Вот, вот. Отлично. Я уверен, что под чем. Вот. Как бы, понимаешь, шоу Hotline Dreambox тоже несовершенно. Не резиновое. Но если кто-то скажет, что это говно, он будет не прав, потому что, как бы, идея очень важная, гениальная и правильная. А обгрызить ее можно. А еще лицо... 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 Резиновое. Ээээ... Собственно говоря, да. Да. Вот такое вот у нас... У нас нет вопрос кинектр? Есть, конечно. Есть. Давай. Алло. Подожди. Жду. Нам. Кто звонит? Райан. Денис. 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 Денис! Алло. Да. Привет. Вот у меня такой вопрос... Извини, что отвлекает. Тихо. Да. Окей. Эээ... Все, мне сейчас говорить дальше, да? Хорошо. Так вот, у меня вопрос по поводу кинекта и такие же технологии. Нет. Вот как вы думаете, через лет двадцать вот материальные джойстики, там, контроллеры, вот они пропадут, вот такие как айпад и так далее? Да. Через двадцать, да. Потому что... Или все-таки как бы игрокам важно держать что-то в руках, да? Сидеть на диване, не напрягаясь за три-четыре кнопки? Нет, слушай, ты что, Майор Фантастики смотрел в это самое, в золотые годы свои, свободные, безработные, там фильм Газонокосильщик, там, Матрица, там, не знаю, еще что-нибудь из этой оперы. Какие геймпады вообще? В мозг себе вставил, по полейку и поехал. Ну, другой вопрос, гиперпанк весь этот, странное будущее, которое ничего не значит. Да, оно до себя значит, на самом деле. Нет, оно и вообще ничего не значит. Я люблю лежать на диване с джойстиком и отлично... Кинект это уже шаг в виртуальную реальность. Это реально уже шаг. И огромный шаг. Огромный шаг. Есть что дотачивать, кажется. Тайм, 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 тайм из овер. И похож на в следующей теме. Нет, мы сначала все золото. Нет, все хорошо. Все хорошо. Все отлично. Давай я прочитаю. Давай, прочитай. Ээээ... Читай давай! Пожалуйста! Музыку он просит! Спасибо! В общем-то есть слухи о том, что на Е3 анонсируется новый, Боже мой, Бэтмен, про которого я тут чуть-чуть сказал. Да тут просто столько уже вопросов. Собственно, главная сэндбокс стелс игра, по моему недавнему заявлению, последних лет обзаведется продолжение, но есть проблема. Тут же. Есть проблема. Сразу. Это просто 5 из 5. 4 из 6. Заниматься разработкой этой игры, по слухам, будет не студия Rocksteady, что мне лично очень печалит, потому что Rocksteady, на секундочку, это первая студия за многие годы, которая франшизу Бэтмена такую насыщенную. Преподнесла. Преподнесла настолько классно и настолько круто, что в Arkham Asylum, что как бы в Arkham City, что мне больно от того, что ее кому-то как-то передадут. Потому что, ну скажем так, сохранить комиксовую составляющую, добавить серьезности, но без этих вот серьезных вещей и при этом сделать реально классную игру, в которой огромное удовольствие получаешь, когда играешь, это огромный талант. И здесь как раз вот новая студия, мне кажется, неположительной, скажем так, неположительная новость в рамках вот этого анонса. Да-да, Devil's Sex тоже новая студия разрабатывала. Ну короче, так как это поэт, мы не уверены в этом. Ну да. И надо понимать, что Rocksteady сделали действительно невозможно. Бэтмен это единственная комиксовая франшиза, которая не запомоялась выродом. Точнее запомоялась, но ее спасли. Какие еще вы комиксы? Комиксовая франшиза? Никаких, кроме Бэтмен вообще никаких. Она все 2000-е, все нулевые годы, она со всей силы помоялась, пока Rocksteady не будет. Так это мы речи делали. Мы и об этом говорили, и мы... Это слегка такое помылось. Ну слегка, ладно, помылось. Но там были прикольные геймкьюбы, но на самом деле да, побольше всего. Был вообще, была супер, короче, сэндбокс игра про Бэтмена, Бэтмена Робина на PS1. Это была уникальная игра, ее никто вообще не понял. Но там реально, там где есть Batcave, ты можешь в любой момент переключаться между Бэтменом Робином и Бэтменом, Бэтгерл, брать мотоцикл, там, машину, не помню насчет этого... Бэт... Бэт... самолета. И ты, вот у тебя есть вот, собственно, боток, и ты вот куда хочешь туда ездить. Собираешь улики, там, пытаешься им спеть и так далее. Удивительно, игра ты реально там отыгрывал детектива, но на тот момент она что-то как-то тяжело. Короче, да, по слухам, Марка Хэммила, который озвучивал Джокера для озвучки, не пригласили. Сценариста Пола Дини, который последние 20 лет пишет комиксы про Бэтмена, тоже не пригласили. Собственно говоря... Кого пригласили-то? Тебя? Есть инфа, что это будет приквел, который будет использован в стиле серебряного века американских комиксов. Т.е. так, как комиксы делали в 50-х. А как делали? А как-то вот этак! Я знаю! Здесь, наверное, просто ещё важно понимать под текст. Короче, пока полное говно. Да, это 50-х! Даааа! Смысл в том, что есть ещё другая... Вы думаете, я только Звёздные Войны? Не люблю! Я ещё и Бэтмены не люблю! Нет, комиксы вообще не люблю! В принципе. Но, тем не менее, игра про Бэтмена не становится от этого хуже. Я большой фанат обеих частей. А комиксы нет, не очень? Понятно. Но я тоже не очень. Странно. Короче, сомнений много. Ты что, комиксы любишь? Да, да. Перестань. Я люблю комиксы. Чего? Не видел в твоих руках ни одного комикса никогда? Ты что, за мной живёшь, что ли? Ты мне рассказывал про комиксы! Я вот, на самом деле, не читал всего с Эдмена. А что ты про эргопические новости? Что ты прочитал? Что ты прочитал? Бэтмен Эрком Асами. Не, подожди. На таком уровне это любят многие. Ну да. Ты читал там всего Бэтмен. Эмэйзинг Бэтмен. Нет. Эмэйзинг Бэтмен Версус Иксмен. Слушай, давай так, Сосот. Я тебе честно скажу. Мне очень нравится эстетика. Мне очень нравится способ донесения в комиксы. То есть, по большому счёту, комиксы, если они ещё, ну, как бы, серьёзные, нормальные. Куртическая новая. Нет, понимаешь, там добавляется новое измерение. То есть, ты не просто читаешь книгу и представляешь, а тебе ещё представляют ещё одно измерение для восприятия. Куртиночки. Куртиночки. Ну, картиночки именно. И ты... А как это появилось массово? Что? Потом появилось массово кино. Но комиксы остались. Слушай, слушай, Петь, ты сидел в своём бюро, я сидел на своём оттяженском поле. Мы вообще, в принципе, как бы, методологию, идеологию комиксов не знаем, у нас культуры комиксов нету. В этой Бэтмена был Микки Марк. Я за твоё первое, и, сука, БАМСИ, блядь! Как? БАМСИ Медведя! БАМСИ Медведя? БАМСИ! Знаешь, что я за это БАМСИ терпел? Господи, мне кажется, ты рвёшься в топ Ютуба. Да, давайте, не знаю, ты вот Биошоп прошёл туда? А у нас есть вопрос, наверное? А мы переключились? Да, у нас есть. Да, давай. Звоночко. Сейчас, минутку. Мы неожиданно закончим. Илья Багомин был, через Черепахович. Черепахович. Я только помню, что был про Медведя сраного и всё. Ну да, сраный мёд, и там было... Давай. Алё! Здравствуйте, ещё раз, у меня вот вопрос. Сколько надо будет отказывать школьных сатриков на Бэтмена, на ПС-4? У вас голос не школьников. Давно вы на школьные сатрики живёте? А снимаете у детей, что ли? Нет. У своих. А сколько в школьный сатрик составляет? В школьный сатрик, по-моему, 27 рублей в конус. 27 рублей в конус. Учитель школы отграет. Да, там рис, рис, чай и оладушки. 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 Да, со сгущёнкой. Со сгущёнкой. Так, я ещё раз. Сколько будет стоить новый Бэтмен или что? Да, на ПС-4. Десять оладушков со сгущёнкой. Нет, вот ещё можно передать привет Саше Назарову, Ксмостеве и Боксуа. Пожалуйста, передавайте. Спасибо. Кого? Спасибо. Что? Пожалуйста, пожалуйста. Больше вопросов про Бэтмена. А в конце что было сказано? Спасибо. Спасибо, пожалуйста. А то думал, что... И у нас ещё один звонок. Давай. Сейчас он будет. Человек просто с самого начала эфира писал про Бэтмена и писал его. Так, он там поправит нас точек, мы где-то... Алё? Ты уже сказал? Алё. Алё. Он, видимо, играет в группу кино. А у тебя включён? А ещё как включён? Ты говоришь, выключи это говно. Алёша! Алё! Тебя ломает от всякого скорее. Алё. Алло, вот. А, добрый Ветер. Добрый Ветер. А это Юрий, Мастер Кью, Барнаул и всё такое. Всем привет. Привет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ребят, у меня вопрос про Бэтмена. Я не мог эту тему пойти, так как очень люблю эту игру. Угу. Вот, вот смотрите. Спустя какое-то время после выхода Аркем Сити ходили слухи, что Роб, кстати, вы идёте в игру про черепашек Нинди. Слухи не подтвердились, но вот уже сейчас у них вот на руках именно трилогия про Бэтмена, и мне кажется, их можно смело назвать вот лучшими разработчиками игр про герои. Вот. Вот как вы думаете, вот ваше мнение, каких бы ещё игр, про каких героев вы хотите увидеть, вот именно от разработчиков срок, кстати. И вот не вечно же им про Бэтмена на игры делать. Спасибо. Батл Тотс. Да! Давай, Питера. Да! Давай, Питера. Да! Ну это не комикс, он спрашивал про супергероя по комиксу. Супер... Это супергерои! Это 8 бедные французы, чё ты. Ладно, это супергерои, Докл Тотс. Купковые. Ладно, выйдет на VU. На VU. Ладно, выйдет на VU. Да, выйдет на VU! Всё, следующее. На самом деле... А про кого? Слушайте, ладно, ладно, ладно. Я не могу про Супермена сделать, я не могу. Нет, Супермена ж тыранный герой в трико. Нееет, он всё равно уже сделает. Супермен будет появляться в новой игре про Бэтмен. Да. А знаешь, какого? Можно было бы на игру положить, короче, American God. Вот эта вот серия. American God. Да, американский бой. Вот этот вот комикс. Филографический новой. Слушай, если говорить вообще о комиксах, может Транс Метрополитен положить? Да! Мы на VU. Так а что, нас как-то ограничили только что? Ну окей, тогда я хочу игру про Транс Метрополитен. Всё, дальше. Гениталия. Просто Супермен я реально говно. Да, да. Нет, Супермен я реально говно. Но именно классические комиксовые франшизы, мне кажется, из Супермен можно было что-то выжить в тем же самом Rocksteady. Ну камон. Или взять Марвел. Давайте уже на туи. Вопросов по Бэтмену больше нет, но у нас маленький подарок от пользователей, пожалуйста. С Петей решили? Алло. 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 Здравствуйте. 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 Все, Петр. Петр, извините, очень много. Петр, Илья, Стас, Женя. Илья, Ильич, Ильич. За всегда, прям за всегда наш веселый Толстечок. Привет. Илья, Ильич. Ильич. Толстечок. Толстечок, стишок. Да? Ой. Ладно. Давай. 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 Мы еще хотим проигрывать. Давай. Чуть-чуть. Давай. Давай. Чуть-чуть. Играл в Геошок. Всю неделю проходил. Всех ненавидал, которые спойлерили. Думал, что знаю все. На самом деле это не так. Первая игра за долгое время, которая реально восхитила и удивила. Я по-настоящему просто обалдел от концовки. От того, как Кенли Юнс мог свести все воедино. Это на самом деле огромный, большой талант. Что аккуратней сейчас. Нет, я сейчас вообще. Аккуратней. Или просто какой-то такой типа заканчивай. Аккуратней. Я аккуратно. На самом деле самое главное, что должен знать каждый человек, который вообще нас смотрит, а другие нам в принципе пофигу, то что эта игра главное вообще произведение, которое сейчас нужно в обязательном порядке пройти и ознакомиться абсолютно всем. это не потому, что там что-то, я не знаю, говорит, что бог это не человек на облаке. Хотя на самом деле что-то в этом есть. Это просто самое цельное произведение видеограммовой вообще структуре, индустрии. В данный момент в известной нами вселенной. Вот так его спойлер. есть первый клейк и есть Bioshock. А вообще первый клейк. А? Нет, это самый лучший шутер ever вообще я считаю до сих пор. Вот этот клейк чуть-чуть есть. Я считаю, что лучше никто не сделает. Честь имею. А, вот что третьего даже. Вот. И второй момент, который я, в общем-то, на этой неделе познал, я прошел как, в общем-то, Metal Gear Solid. Очень хорошо, очень классно, когда, в общем-то, ехал из Scream School, куда мы с Петром ездили на награждение и так далее. Плакал в метро, как, в общем-то, в первый раз. Классно, супер. Начал проходить HD Collection. И я могу сказать, что на Vita Metal Gear Solid 2 выглядит просто как конфетка. Реально. Это совершенно восхитительно. Друзья мои. Локты. Вот. Так сказать, это восхитительно. Вот, играл, играл и буду играть. Цель до осени. Перепройти все номерные части. Приобрел. Приобрел. Приобрел для PlayStation Vita. Стараюсь изучать. Стараюсь приобщаться. Пока что вызывает старое отторжение, чем нет. Но стараюсь. Стас. Мне больше нечем говорить, просто я... Приобрел. Вот так вот. Короче, три игры, все на разных платформах. Во-первых, это Luigi's Mansion для 3D... не знаю. Не знаю. Luigi's Mansion вторая часть для 3DS. Не важно, что часть вторая, не имеет значения. На самом деле, замечательная игра. Третье измерение игр от Nintendo. Если первые два это Zelda и Mario, Luigi's Mansion, это на самом деле... Очень крутая... Очень крутая игра именно с почерком Nintendo. И... Вторая игра, она для ПК. Это... Новый Slender The Arrival. Игра, от которой я... Здесь можно сказать, срал кирпичами. И... Хочется, чтобы срали кирпичами мои друзья. Скорее всего мы этот проект организуем. На следующей неделе. На следующей неделе, в следующей неделе, в следующей неделе, мы будем трать перечами. Неделя. Повтор. Повтор. Кстати, похоже на Blaster и Stater. И третье, это мобилочка Badland, которая вышла то ли вчера, то ли сегодня. Сегодня, не буду они ничего рассказывать, расскажу на следующей неделе, но просто, если у вас там другой App Store, то посмотрите, 129 рублей очень дорого, до свидания, про ежа. А, про козла я на прошлой неделе рассказывал. А, про козла я на прошлой неделе рассказывал. Про козла игру, поищите вот там. И про козла, и про козла. Материал лучший мобильный ремонт. Про козла хорошая. Про козла отличная. Вообще ровная. Козла вообще... Лос-банш, кстати, да. Да. Ну, собственно, всё, наверное, да? Да, конечно, да. Потому что пора, как бы, пора в пятницу вечером уже встать. Поедем мы в Бухтоведе БАМСИ. Да. Спасибо всем, кто смотрел. Илья Пчеленко шуршит бородой. Станислав Ломакин шуршит бородой. Мы всем пока! Жанна Алькова не шуршит бородой. Потому что её она не растёт! Пётр Сальников не шуршит бородой. Потому что её она не растёт! Пока. До свидания, друзья! Пока. На следующий раз смотрю. На следующий раз смотрю. Пока.